всем привет решил поменять задние пружины как бы наверное дошло уже дело потому что вот с правой стороны ситуация еще как бы более-менее от защиты здесь около 6 пускай с половиной сантиметров до колеса правая сторона левая левая здесь вообще как бы ситуация намного хуже около трех с половиной сниму я посмотрю что случилось пружина или же села или же витка витка вообще нету уже там взял вот такие вот сразу скажу что выбирал из недорогих и чтоб по отзывам как бы были нормальные отзывы на них взял усиленные усиленный вариант это у нас пружина идет номер и и покаталожный джейси джемини 14.319.577 такие вот пружины чем они отличаются переменный виток идет здесь видите расстояние больше здесь меньше и нижний виток имеет одинаковую толщину что и все витки в обычных пружинах верхний и нижний виток тоньше чем средние витки то есть ну да пруток пруток одна и вторая здесь вот даже на ней есть маркировка 319.577 все устанавливаем поддомкрачиваем ту сторону которую хотим менять пружину снимаем колесо подставляем под нижний рычаг рычаг подставку вот такую и опускаем немного с домкрата чтобы расслабить амортизатор и открутить его нижнее крепление нижний болт крепления амортизатора почистить лучше забрызгать в d40 резьбовую часть с той стороны накидываем головку на 21 и делаю вот такой вот удлинитель с трубой и с той стороны отпускаю болт крепления вытаскиваю болт и амортизатор теперь не держит у нас рычаг вот нужно его вверх поднять вот позавно проверить работу амортизатор должен работать без рывков плавно что вверх что вниз и теперь по максимуму поддомкрачиваем автомобиль рычаг опускается вниз и пружина расслабляется вот именно до этого момента когда рычаг выдавливает свободно и пружина полностью расслаблена вот виток верхней уже у меня отдельно снимается так вот нижняя такая вот подставка резиновая вставка вот так она состоит нижняя вот можно заказать новые вот верхняя видно что уже пиралась пружина обломанным витком вверх желательно конечно эту заменить и вот сама пружина что с ней произошло вот так все это дело было лопнул именно вот здесь вот виток вы видите эти пружины вот стандартно идут вот так они выглядят верхние витки тонкие но даже не на тонком витке лопнуло видите а здесь нижний также тонкий по идее эти пружины более комфортные потому что в ненагруженном состоянии когда машина пустая работают понятно вот эти прутки которые меньше сечения уже когда пригружается машина пружины садятся эти витки тоньше которые упираются в более толстые и уже работают вот эти витки но не знаю может эти пружины и не так надежные как вот этого вот типа это пружина работать будет полностью и постоянно то есть все витки в этой пружине работают как я вам уже уже сказал когда автомобиль не загружен скорее всего работают вот эти тонкие витки ну и соответственно наверное они быстрее всего выламываются выходят из строя но у меня вот такая вот ситуация пружина установлена не требуется никаких не стяжек ничего направляем амортизатор посадочное место подставляем под рычаг пенек подставку и опускаем с домкрата аккуратно чтобы амортизатор попал в свое посадочное место перед этим проверяйте пружину чтобы она тоже встала свои посадочные места и фиксируем амортизатор болтом амортизатор зафиксирован под домкрачиваем автомобиль и устанавливаем колесо убираем из-под рычагов все подставки все что было подставлено колесо закрутили и опускаем с домкрата автомобиль ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го это же совсем другая но не стоит радоваться можно проехать еще или пригрузить сейчас я просто открою багажник и сам залезу попрыгаю немного пружина сядет еще станет на место в случае чего ну это совсем другое дело уже по сравнению с тем что было смотрите еще один момент заглянул вверх верхнюю часть верхний стакан часть куда устанавливается пружина а у меня там вот такое дело лежала смотрите ну как бы самодельщина это вы понимаете из транспортерной ленты вот сделана такая вот подкладка скорее всего уже проблемы были с пружинами видно пружины сели просто решили приподнять автомобиль вот с помощью такой проставки поэтому я и убрал сейчас у меня все стоит вверху стандарт если представляете если бы еще была эта проставочка то еще на вот это расстояние еще машина выше была ну мне выше в общем то не нужно буду сейчас правую сторону разбирать не исключено штамм что там такой такие же блины стоят ну и пружины должны быть одинаково вот что в итоге получилось но однозначно машина выше стала кстати с этой стороны с правой как я и подозревал вот что лежала тоже тот же самый блин такой проставка самодельная ну и вот пружина которая стояла пружина целая но опять же вот видите какая стоит пружина но более комфортно не знаю насчет груз паз или пассажирская на автомобиль груза пассажирский изначально шел однозначно эти пружины будут жестче потому что ну конструктивно вы видите что они мощнее выглядят труд мощнее поэтому не так будут комфортабельны как прошлые но опять же с нашими дорогами у меня даже иногда попадал я на такие ямки что пробивала правая левая сторона стоит пружиной слопнутой до отбойника даже пустом варианте когда не гружен сейчас я думаю такого уже конечно не будет но поезжу посмотрю отзывы в комментариях оставлю по ощущениям как было с теми пружинами как с этими заметно большая ли разница или нет но однозначно плюс что машина выровнялась ровнее стоит выше стоит в любом случае выше намного выше даже вот залезать сюда это это уже выше ногу нужно поднимать ну и соответственно уже грузоподъемность с теми с тем самым количеством людей груза уже можно смело ехать не боясь на волнах на трассе что до отбойников сработает но опять смотря как грузить по передним пружинам тоже видео есть делал я замены буквально недавно поэтому ссылку оставлю в описании к видео переходите кому интересно передние пружины тоже недавно менял кстати левая сторона тоже была передняя лупнута на сегодня все смотрите у себя если какая-то сторона просела то будет именно вот так как у меня всем удачи переходите на другие мои видео по ссылкам все ссылки будут в описании по ремонту mercedes видео наблюдения сигнализации подписывайтесь на канал ставьте лайки до следующих видео